с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 21 мая всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития провозглашён он в 2002 году в самом названии все расшифровано также сегодня день полярника в 1937 году заработала первая научно-исследовательская экспедиция полярные дрейфующий станции северный полюс 1 руководил этой станции доктор географических наук иван папанин удостоенный звание героя советского союза день тихоокеанского флота 1731 году 21 мая указан императрицы анны иоанновны был образован порт охотск который до 1849 года оставался единственным тихоокеанском бассейне так началась военная флотилия на дальнем востоке с базы в охотке также сегодня день военного переводчика который отмечается в россии и день инвентаризатора или проще чтобы все понимали день работника бты и но еще 21 мая во всем мире отмечается так называемый международный день космоса о нем из того же самого космоса объявил американский астронавт эндрю томас прибывая между прочим на российской орбитальной станции мир но мы-то с вами знаем что настоящий день космоса 12 апреля всемирный день космонавтики у родившихся в этот день 427 год до нашей эры платон греческий философ якобы родился эту дату рождения платона приводят некоторые источники хотя точных данных как вы понимаете нет платоном его прозвали за ширину плеч отсюда слова широкий один из восторженных учеников сократа основатель 1 академии который ввел термин философия и был кстати дважды олимпийским чемпионом по панкратиону это что-то общее между борьбой и боксом 1265 год день рождения опять же по некоторым данным данте олигьери итальянского поэта создатель комедии позднее получивший эпитет божественный введенный кстати бокаччо который был дан срез поздней средневековой культуры точная дата рождения действительно неизвестно только понятно что он был крещен 26 мая 1265 года во флоренции под именем дуранте а его любовь к флорентианке биатриче получает таинственный смысл он наполнял ею каждый момент существования ее идеализированный образ занимает значительное место в поэзии данте о вышний свет над мыслью земною столь вознесенной памяти моей верни хоть малость виденного мною и даруй мне такую мощь речей чтобы хоть искру славы заповедной я сохранил для будущих людей 1906 год день рождения сергея герасимова знаменитого и легендарного советского режиссера и актера а 1921 году родился андрей сахаров физик отец советской водородной бомбы правозащитник в 1924 году родился борис васильев писатель автор знаменитого озоре здесь тихие 1934 год глеб панфилов еще один советский кинорежиссер приходит в этот мир а в 1937 родилась грузинская актриса софико чуарелли единственные советских актрис которая семь раз удостоена приза за лучшую женскую роль на международных конкурсах она сыграла главной роли фильмах не горюй миллион в брачной корзине ищите женщину а всего на ее счету более ста ролей театр и кино еще одна актриса народная артистка россии любовь полищук появилась на свет в 1949 году а в 1955 году родился сергей шойгу министр обороны российской федерации некоторые события этого дня 1904 год в париже основывается фифа международная федерация футбола соглашение об этом подписывают представители семи стран франции бельгии дании голландии испании швеции и швейцарии двумя днями позже состоится первый конгресс фифа на котором изберут первого президента 1916 год великобритания первой в мире переходит на так называемое летнее время по легенде домовитые англичане хотели сэкономить на свечах и поэтому искусственно удлинили световой день россия сделал это на год позже еще 1917 году но осенью 30 власти летний час не отменили и граждане советского союза стали жить опережая время и только в 1981 году стрелки часов вновь начали переводить дважды в год а осенью 91 время вообще передвинули и на час она два назад чтобы привести часы соответствия с астрономическими однако это вызвало волну общественного негодования темнеть то стало непривычно рано и уже в январе 92 время вернули в привычное для этой поры года состояния а с осени 2011 россияне вообще перестали переводить стрелки часов и игра со стрелками у нас пока остановилась 1929 год в ссср опубликовано постановление о признаках кулацких хозяйств на основе которого отныне решались судьбы зажиточных в прошлом крестьянских семей кулацким относили хозяйства в которых систематически применяется наемный труд или если в них далее цитата имеется мельница маслобойня крупорушка просорушка сложные сельскохозяйственные машины и так далее кулак теперь объявлялся вне закона 1979 год певец элтон джон в ленинграде дает первый из восьми концертов в советском союзе он становится первой западной звездой рок-музыки выступавший в ссср 1991 год индия раджив ганди становятся жертвой тамильских террористов во время проведения избирательной кампании ну и последнее в мае 1823 года в кишиневе легли на бумагу первые 16 стров первой главы евгения онегина есть даже версия о том что письмо татьяны к онегину тоже было написано в кишиневе почти через год в марте 1824 года когда новороссийский и бессарабский генерал-губернатор михаил воронцов разрешил пушкину двухнедельную поездку из одессы в кишинев прими собрание пестрых глав полусмешных полупечальных простонародных идеальных небрежный плод моих забав бессонниц легких вдохновений незрелых и увядших лет ума холодных наблюдений из сердца горестных замет так писал пушкин в предисловии к своему роману над книгой поэт работал восемь лет и как мне кажется почти в каждом из нас есть что-то от онегина а в каждый что-то от татьяны ведь пушкин это наше все с вами был николай пивненко в проекте дата а